История Иоанна Златоуста История Иоанна Златоуста История Иоанна Златоуста Настолько вдохновился, что сам стал прекрасным проповедником, исповедником веры перед лицом уже во многом безбожных людей, к сожалению, нашего Отечества, предреволюционные такие десятилетия. И святой Иоанн Кронштадтский в своих толкованиях, беседах на Евангелие опирался на Иоанна Златоуста, так же, как блаженный феофилакт болгарский. И, кстати, многие древние переводы, вот когда просвещали какой-то народ и создавали письменность для этого народа, то, как правило, что переводили? Во-первых, переводили евангельские тексты, а после этого Иоанна Златоуста, потому что ты вот получил Евангелие, но его надо правильно понять. А кто тебе его правильно истолкует? Так вот, святой Иоанн Златоуст истолкует правильно. У него и толкование на Евангелие, у него толкование на все послания апостола Павла, на ветхозаветные книги, множество бесед, прекрасных таких вот проповедей на самые разные темы, покаяние, семья, целомудрие, вообще все то, что должно наполнять жизнь христианина. И вот не случайно император Петр I, он в духовном регламенте, это особый был такой документ для нашего духовенства, он предписывал, чтобы все священники русской православной церкви читали святители Иоанна Златоуста. И не то, чтобы вот Петр I был прям такой вот благочестивый, ну, пожалуй, что нет, но зато он был человек умный, и он прекрасно понимал, что самым лучшим духовным наставником и руководителем и для священников, и для мирян, и для монахов, и для тех, кто живет в миру, является святитель Иоанн Златоуст. И вот наше удивление, оно просто на самом деле безмерно. Почему так? Ведь он происходил, это, конечно, сирийские места, но, скорее всего, он был все-таки не сирийским, у него какое-то греческое или даже, может быть, римское происхождение. В Антиохии вот его отец по имени Секунд занимал очень высокую должность при военачальнике восточных войск, которые стояли вот в сирийских провинциях, это войска Римской, Византийско-Римской империи. Но отец умирает, когда Иоанн совсем вот недавно еще родился, он младенец. Кстати, была еще старшая сестра у него, и она тоже умерла в детском возрасте, так что не удалось с ней особо общаться. И вот остается его только мама Анфуса, она прославлена, кстати, в лике святых и не случайно. Вот бывает такое, что у святых самых таких, у знаменитых, у них и родители святые, скажем, преподобный Сергий Радонежский, у него святые Кирилл и Мария Радонежские, да, блаженный Августин, который провел очень такой тяжелый, непростой путь у него был ко Христу, и он вел распутную жизнь. Но его мама святая Моника вымолила его, и вот у Иоанна Златоуста, его мама святая Анфуса, ей было всего лишь 20 лет. Вот представьте, 20 лет она становится вдовой, и вместо того, чтобы искать нового мужа, она была, кстати, человеком состоятельным, вот, и могла позволить себе какую-то вот роскошь, удовольствие, вместо этого она всю себя отдает на воспитание сына. И все свои средства тратит на образование сына. В древности образование очень дорого стоило, это не то, что сейчас. И вот мама понимает, что тут, так сказать, два главных ориентира. Прежде всего, это искреннее христианское благочестие, которое она вкладывает в сына. И, во-вторых, очень важное образование, потому что, если тебе даны какие-то таланты, то без образования их очень трудно раскрыть. И вот когда уже Иоанн Златоуст учился у знаменитого ритера Ливания, в Антиохии был такой действительно учитель, он язычник, он до конца так и остался язычником, к сожалению, и даже просил императора Феодосии Великого покровительствовать языческим храмам. Но Феодосий на это не пошел и провозгласил христианство государственной религией, вот как бы повторяя подвиг Константина Великого. Тем не менее, Ливаний, он спрашивает Иоанна, вот у него учится, сколько лет его маме, а он говорит, ей сейчас вот 40 лет, и она вдова. А когда же она стала вдовой? Когда ей было 20 лет. Вот представляете, в 20 лет она стала вдовой, и до 40 лет, да и дальше она прожила, сохраняя вот такое чистое, целомудренное житие. И Ливания настолько удивился, что воскликнул, какие же у христиан женщины, то есть его поразила вот эта внутренняя чистота, это стремление к целомудрию, и святой Иоанн Златоуст запечатлел вот эти слова Ливания в своих сочинениях. Еще, кстати, он что вспоминает, что, это он уже говорит после кончины своей мамы, что никогда даже тень взаимного раздражения не омрачила их общение друг с другом. Вот представьте, что это такое, на самом деле это очень тяжело. Обычно мы все на этом притыкаемся, мы взрываемся на своих детей, а к своим родителям мы испытываем недовольство. И там и здесь мы погораем. Вот на самом деле подлинное христианство, оно начинается еще здесь, вначале во взаимоотношениях с родителем, а потом во взаимоотношениях с нашими собственными детьми. И если мы уже здесь прогораем, да, через вот этот гнев, вспыльчивость, раздражение, то все летит. Как мы можем дальше созидать свою христианскую жизнь, если уже в самом элементарном мы оказываемся настолько слабыми, немощными. И вот святость Иоанна Златоуста, она начинается во многом, во-первых, со святости его мамы, и во-вторых, вот с правильно установленных вот этих взаимоотношений. И ведь мама, кстати, ну была такая вот черта, она вложила много в сына, и когда вдруг сын, впитав все это, говорит, а я хочу посвятить себя полностью монашеству, то мама говорит, не делай меня вторично вдовой, вот останься при мне, пока я не покину этот видимый мир. И он не стал ей прикословить. Вот какое удивительное дело. Вот бывали совсем другие примеры, скажем, преподобный Феодосий Печерский, да, который убежал из дома, ну правда там и мама себя немножко по-другому вела, очень жестокая даже, когда он был маленький, она и била его, и срывала с него вериги, ну вериги ладно, но было такое вот раздражение взаимное, и он убежал. И потом даже не захотел с ней видеться, но он ее склонил тоже принять монашество. А вот здесь совсем другое, это более такие вот нежные, добрые отношения, и святой Иоанн действительно исполнил волю мамы, то есть он никогда не спешил. Вот это такая еще одна черта святого Иоанна Златоуста. Он не спешил становиться монахом, он не спешил становиться священником, он тем более не собирался становиться епископом, он никогда не пролазил вперед и не хотел быть ведущим проповедником, а уж о том, что он будет затем на протяжении всей христианской истории поминаться в молитвах, читаться. Ведь литургия, у нас литургия служится ежедневно, ну за исключением будних дней Великого Поста, ежедневно служится литургия святого Иоанна Златоуста. И на каждом отпусте поминается именно его имя, потому что он, собственно говоря, упорядочил чин литургии. Вот он привел к этому строю, который сейчас сохраняется в нашем литургическом богослужении. И во время благодарственных молитв после причащения мы тоже вспоминаем святого Иоанна Златоуста. Там такой тропарь, да, помните? «Уст твоих, якажи, светлость огня, босиявши благодать, вселенную просвети». Вот, во-первых, он стяжал эту божию благодать, да, которая как сияние огня просветила его и через уста его всю вселенную. И мы действительно просвещаемся им, но сам он об этом совершенно не мечтал. Он даже не думал и не спешил становиться священником, а до этого монахом. И вот только когда мама его отходит уже в духовный мир, ко Господу переходит, то он уже получил высокое образование, начальное, среднее, потом уливание. И когда учился, получая вот это высшее образование, а ведь это открывало путь к карьере. В древности тот, кто обучался риторике правильному, чистому, ясному слову, это ведь были люди, способные управлять. Они могли становиться префектами городов, городоначальниками, они могли становиться судьями и адвокатами, они могли становиться даже приближенными императорами. И вообще занимали сами высокие должности и посты в империи, потому что риторика, то есть умение правильно говорить, сейчас, может быть, немножко сместилось, а чтобы правильно говорить, надо было правильно мыслить. И вот эта способность такого логического, четкого мышления и правильно выстраиваемой речи, умение фактически воздействовать на аудиторию, это открывало огромные перспективы, но именно когда Иоанн Златоуст получает вот это образование, он приходит к выводу, что не в этом должен быть смысл человеческой жизни, а в чем? В подлинном любомудрии, то есть подлинной любви к мудрости, а истинная мудрость – это Христос. И поэтому нужна такая глубокая чистая жизнь во Христе, вот когда он прошел обучение до конца, то он вместе со своими друзьями христианами принимает, во-первых, крещение, вот была такая традиция тоже, что пока обучались в языческих школах, то оставались в стадии оглашения, хотя уже молились, уже посещали храм в первую, так сказать, вот часть литургии, литургию оглашенных, а потом уже покидали, но вот обучались в языческих школах пока и не принимали поэтому крещение. И вот он принимает крещение, даже его делают чтецом, но он удаляется за город Антиохию, к Нагорным подвижникам, там очень много гор таких, и монастыри, они именно располагались в пещерах, то есть это была очень суровая такая жизнь, и вот там четыре года он проходит такую строго аскетическую жизнь, и потом всегда он о ней вспоминал с такой благодарностью, что это вот не какой-то бурный ритм нашей мирской сумасшедшей жизни, когда ты постоянно куда-то спешишь, у тебя тысяча задач внутри головы, уже мозг воскипает, потом ты ничего не успеваешь, начинаешь ругаться, срываться на других, и в этой суете исчезает твоя жизнь, исчезаешь ты сам. А в монастыре вдруг все это приостанавливается, и открывается твоя собственная душа, и ты начинаешь, во-первых, видеть свои собственные немощи, как они, как такие маленькие змейки начинают выползать, где-то станчайшее тщеславие, где-то превозношение, где-то какая-то страсть, или где-то блудные помыслы, и вот тогда ты их уже поражаешь, и весь ритм жизни, он монастырской жизни, он пронизан богослужением, постоянными молитвами, затем руководством под началом опытных духовников, то есть преуспевших монахов, исповеданием своих помыслов, и уже через небольшое время вот такой молитвенной жизни, вот как сейчас, допустим, на Афоне, или в самых таких вот прочных наших монастырях, душа вдруг начинает чувствовать особую духовную гармонию внутри, безмолви, когда отступают все страсти, и та сердечная радость и внутренняя свобода, которые появляются внутри тебя, вот их не сравнить ни с одним удовольствием или весельем мира сего. И вот Иоанн Златоуст, он проходит этот путь за четыре года, монашеское становление, и после этого он уже вот, понимая, что он всецело монах и аскет, он хочет посвятить себя уже такой пустынической жизни, который придерживался, допустим, преподобный Антоний Великий, родоначальник монашества, или у нас в России преподобный Антоний Печерский, или когда преподобный Серафим Саровский, вот он тоже уходил в затвор, или вот до этого отшельничество проходил, и вот святитель Иоанн Златоуст, совершенно не думая и не намереваясь принимать на себя какие-то общественные вот такие дальнейшие служения, хочет уйти. Кстати, был у него еще такой случай, когда он там пребывал, что его вдвоем с другом пригласили, чтобы сделать их священниками, рукоположить. Они обучены, они ученые, они прекрасно владеют священным писанием, и они благочестивы, вот казалось бы, ты молод, ты образован, благочестив, пожалуйста, ты хочешь быть всецело с Богом, вот становись священником. И как поступает Иоанн Златоуст? Он всецело убеждает своего друга Василия принять священный сан, говорит, да-да, это действительно нужно непременно исполнить, вот воля Божия, так что действительно надо становиться, не отказываясь стать священником. Друг считает, что Иоанн, раз он так его убеждает, тоже вместе с ним согласится, идет, принимает священный сан, а Иоанн Златоуст взял и убежал, и скрылся от этих епископов. И получилось так, что он убежал от рукоположения, и друг весьма огорчился. Ну как же так, потом состоялась тоже встреча, когда он пришел уже священником, друг Василий говорит, мы же с тобой беседовали, обсуждали, ты сам меня убеждал, не отказываться, что это промысел Божий, Господь призывает к новому служению. Почему же ты меня подвел, ведь ты же был со мной единомыслен? И святой Иоанн это описывает, у него такое знаменитое сочинение «Шесть слов о священстве». Вот он начинает их как раз с описания вот этой своей беседы с другом, и говорит, что да, это, конечно, великое призвание, но все-таки я считаю себя недостойным, несоответствующим. И там даже он приводит такие интересные высказывания, что бывали подвижники, которые просто были отличными монахами, а вот когда они приняли священный сан, то они стали негодными пастырями, и все смеялись над ними. То есть каждому свое, понимаете? Если вот ты монах, то значит и продолжай вот этот монашеский путь. Если тебя Господь призывает больше к такому пастырскому служению, то и не нужно уходить тебе в затвор, иначе это станет по смеяниям, ну, во-первых, для демонов, а потом и для людей. И вот Иоанн Златоуст, он описывает высочайшее служение священства, и он говорит так, что священство выше царства. Вот царю не дано, что дано священнику. Вот это очень интересная мысль. Почему? Потому что мы видим, что царства падают в мире, и фактически все монархии рухнули, кое-где, может быть, осталось, но очень такие неустойчивые в декоративном виде. А вот священство остается, и это слава Богу, потому что царю не дано право отпускать грехов человеческих. Царь, наоборот, может натворить еще больше где-то грехов, и цари бывали очень и очень разные. Вот когда к Ивану Грозному, а точнее Иван Грозный к умирающему блаженному Василию пришел, говорит, благослови наследник. Он благословляет, причем не Дмитрия, а Федора. И прозрел действительно, что Федор стал наследником. Он говорит, а меня благословишь? Он отвечает, не благословлю царя Ирода. То есть все очень непросто у царей. Я понимаю, что за это меня, наверное, многие будут осуждать, порицать, но все-таки служение правителя – это да, это тоже Божий дар. Но здесь может быть очень много таких вот и огрехов, и преткновений, и ошибки царя, они сказываются очень капитально на судьбе народа. Но самое главное не это, а то, что в Евангелии нам дано, что Господь принес, свободу от греха. Затем самое главное таинство – причащение святых таинств Христова. Это все не благодаря царям, а благодаря священству. Благодаря тому, что священники наши совершают литургию по чину Иоанна Златоуста. Благодаря священнику прилагаются святые дары, и поэтому Иоанн Златоуст говорит, что даже ангелам, даже ангелам не дана та власть, которая дана священнику, потому что никому из ангелов не сказано, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Только через священника. Священник не ангел. Священник, может быть, сам не очень-то такой вот пример благочестивой жизни, хотя и старается, но немощи нам всем хватает. И все-таки через него, через священника, Господь отпускает грехи. Посредством священника прилагаются святые дары Евхаристии, и люди становятся причастниками Божия Царства. Вот что такое священство. Священство отворяет врата людям, врата, ведущие вечную жизнь. Они цари и даже не ангелы. И вот Иоанн Златоуст, считая себя недостойным, уклонился и становится даже пустынником. Уединяется один в пещере, питается, вот трудно сказать, что он вообще питался, какими-то коренями, какими-то травами. Вот были такие в Египте подвижники, сирийские подвижники, вот с них брал пример Иоанн Златоуст. Чуть позже там появляется Симеон Столпник, который просто поражал своими аскетическими подвигами, не спускался вообще со столпа. Его выстроили на 20 метров вверх, и вот он оттуда вообще не спускался, ел почти не ел, не спал, не ложился. И вот Иоанн Златоуст, он тоже почти не спал, а только сидя, немножко иногда дремал, весь день проходил в молитве, в такой внутренней, внимательной молитве, умной молитве. Это исихазм, исихия и строжайший пост. При этом он учил наизусть Евангелие святые, и впоследствии это дало свои плоды. Он вообще в Священной Писании фактически знал наизусть, цитировал по памяти. Но проходит два года, и, ну, конечно, в этом промысл Божий сказался. У него подрывается здоровье. И вот тут надо признать такую простую вещь, что какой бы ни вел ты аскетический образ жизни, все-таки нужно знать определенную человеческую меру. И бывает так, что вот подвижники, они ведут жизнь, равную ангелам, но мы все-таки не ангелы, мы люди, и Господь нам попускает вполне человеческие болезни, и подвижникам даются болезни вполне человеческие. И здоровье Иоанна Золотоуста настолько подорвалось, что он не мог уже вкушать вот эти травы, какие-то там бобы, семена, и что там еще можно было раздобыть. У него, его схватывали такие желудочные боли, что он от боли даже катался по полу, и навсегда у него остался испорчен желудок. Он вышел, у него потом была бессонница. Поскольку он жил в пещере, то его схватывал часто озноб, он нуждался уже в теплой одежде, замерзал. То есть, вот да, подрыв определенной здоровья здесь произошел, но через это на самом деле сказался величайший промысл Божий. То есть, мы скажем, ну что же так вот, не сравнялся он с Антонием Великим. А дело не в этом, а дело в том, что Господь его через эти болезни привел обратно к людям. И вот именно людям он и принес в дар то, что у него и было самое главное. Он возвращается в Антиохию. И там уже смирившись, вот он принимает сан дьякона. И здесь впервые открывается его удивительное милосердие. А считалось так, что вот именно дьякона, это вот еще с книги «Деяния», где семь дьяконов, они заботились о столах, о пропитании, о пропитании кого? Неимущих. И вот в Антиохийской церкви тоже считается, что там было семь дьяконов. И они занимались такой вот социальной благотворительной деятельностью. Там были и страноприимные дома. И там были специальные дома для социально необеспеченных людей. Например, для тех, кто умирал от неизлечимых болезней. Для сирот, для вдов. Потому что вообще женщинам очень трудно было устроиться на работу. Около двух тысяч вдов содержала Антиохийская церковь. И святой Иоанн, будучи дьяконом, он всецело вливает вот это служение церковного милосердия. Так что в нем, вот это трудно нам как-то какими-то фразами передать, но в нем люди чувствовали такое теплое, отзывчивое сердце. И за это его любили. Он не был таким вот, понимаете, жестко отстраненным, строгим. Он не был, конечно же, по сути своей и администратором. А он обладал чуткой теплой душой, сострадательностью. За это его любили. И христианская благотворительность настолько вот, и милосердие настолько они процветали, что даже язычники это признавали. И даже Юлиан Отступник, конечно, он чуть пораньше, еще до дьяконства Иоанна Златоуста, он воцарился два года, он говорил так, что вот христианские священники, они кормят не только своих нищих, но и наших языческих нищих. И в этом смысле они превзошли нас, и поэтому наши жрецы должны подражать христианским священникам. То есть вот эта христианская благотворительность, она и в Антиохии процветала, и Иоанн Златоуст был, исполнил милосердие и сострадание. А потом его рукополагают во священный сан. И вот с этого момента, кстати, стал он священником, когда ему было уже около 37-38 лет. Вот представляете, как насколько он не спешил, насколько он все-таки верял все в руки Божии. Можно сказать, что он убегал от священного сана, но священный сан в конечном итоге все-таки догнал его. И будучи уже в объятиях священства, святой Иоанн произносит свои удивительные проповеди, постоянно проповедует, и вот эти проповеди записывались скорописцами. В храме прямо стояли скорописцы, которые записывали. Потом все это редактировалось Иоанном Златоустом, приводилось уже такой литературный вид. И проповеди его оказывали просто ошеломляющее действие. Когда знали, что будет проповедовать Иоанн Златоуст, то ремесленники бросали свои мастерские и спешили в храм. Люди толпами набирались. Даже язычники приходили специально послушать слова святого Иоанна Златоуста. Настолько его речь была богатой и сердечной. И вот его золотые уста, они действительно просветили людей того времени. И бывало даже так, это передают историки того времени, что этим пользовались карманники, воры, которые тоже приходили в этот битком набитый храм. И когда все, так сказать, раскрыв рот, слушали Иоанна Златоуста, то карманники безбоязненно засовывали руку в чей-то карман, высовывали оттуда деньги, уходили. И потом Иоанн Златоуст тоже это обличал и очень огорчался, что такое происходит. Получается так, что он проповедует о нравственности, а тут же какие-то люди попирают эту нравственность, вот эти грабители, ну не грабители, а такие воришки мелкие. И вот его слова действительно привлекали очень многих. Он стал душой антиохийских христиан. И правда, вот надо сказать, что сам Иоанн Златоуст видел, что у него есть два таких мощных конкурента. Это античный театр и ипподром. Вот когда начинались какие-то конские скачки, ну сейчас, как знаете, футбол, допустим, главенствуют среди видов спорта, и люди, некоторые настолько вот прям болеют, да, вот говорят болельщики, они действительно болеют этим в смысле своей души, ну не психически, но вот так вот душевно болеют футболом, что все бросают и ничего при этом не замечают. Вот так Иоанн Златоуст, он с огорчением замечал, что когда начинаются конские скачки, то люди вдруг спешат, то храм пустеет, не полностью, многие оставались, но частично пустел. А вот когда он, кстати, переехал уже в Константинополь, то там даже был такой печальный случай, когда на Страстной Седмице, Великую Пятницу, то ли ипподром, то ли театр, скорее всего, на ипподроме проходили какие-то очень значимые скачки, и храм опустел. И Иоанн Златоуст произносит такую пламенную проповедь, что в день, когда Спаситель приносит себя в жертву за грехи всех людей, когда Господь наш открывает нам врата рая, вдруг храм опустел, потому что все оказались в плену у языческих страстей и поспешили на какие-то безбожные зрелища. Вот были такие два конкурента, и, видимо, на протяжении всей истории это и будет происходить, что мир пытается подтянуть к себе посредством увлечений, посредством каких-то своих пристрастий, а такие, как Иоанн Златоуст, они стараются показать красоту молитвы, молитвы, богослужения и Слово Божие. И вот святой Иоанн Златоуст, он и был таким искренним сыном священного писания, он толковал библейские строки, и его слушали все. Вот в чем тут еще уникальность? В том, что, конечно, было много ученых святых отцов, но далеко не все из них были понятны простому народу. Так же, как, допустим, были прекрасные аскеты, но они не были учеными, то есть две таких категории. А вот Иоанн Златоуст совмечает в себе обе эти особенности. Он и строжайший аскет, он и величайший ученый, и это в нем соединяется и приносится в дар кому? Простым христианам. То есть его понимали не только ученые, не только интеллигенты, а все. И вот храмы, в которых проповедовал Иоанн Златоуст, там, кстати, находили и состояли и рабы, простые рабы. Иоанн Златоуст свидетельствовал, что и они чадо Божие, то есть Господь всех усыновляет. Иоанн Златоуст не мог отменить рабство. Он не мог стать революционером, потому что революция оборачивается еще большим кровопролитием, еще более страшными потрясениями, взаимным уничтожением. И нужны какие-то вот такие естественные исторические процессы для того, чтобы люди постепенно учились превозмогать вот свои эти социальные несправедливости. Но он говорил так, что нельзя бить рабов, нельзя им причинять каких-то страданий, потому что они призваны к тому же самому Божию Царство. Они причащаются тех же самых святых тайн Христовых. Из-за них тоже умер Господь наш Иисус Христос. И он говорил так, что лучше всего, вот если ты своих рабов обучишь какому-то ремеслу и даруешь им свободу. Почему обучишь ремеслу? Потому что обучение вообще стоило дорого. Вот если ты имеешь такую возможность, ты обучи его бесплатно ремеслу, пусть он пока у тебя трудится, а когда он станет способным каким-то профессионалом в каком-то деле, там плотник, резчик, каменчик, кто угодно, то он сможет, получив свободу, зарабатывать себе на жизнь. И лучше поступать таким образом. И вот Иоанн Златоуст обличал, конечно, вот такие несправедливости. Его слушали и рабы, находясь в храме, и простые люди, и богатые, и нищие. И нищих, кстати, по подсчетам было примерно около 10% в Антиохии. Около 10%. То есть до 50 тысяч человек. А сама Антиохия до полумиллиона жителей. И вот Иоанн Златоуст, он и здесь, в Антиохии, и в Константинополе, и в других проповедях постоянно обличает чрезмерное богатство, чрезмерную роскошь. Он говорит, что ведь посмотрите, ведь Господь нам все даром дает. Мы пришли в этот мир, мы ничем Богу не заплатили. Господь нам дал жизнь даром. Солнечный свет, он дан тоже для всех, как общее достояние. Воздух, которым мы дышим, тоже от Бога и тоже для всех. Вода, которую мы пьем, это общее достояние. Земля, по которой мы ходим. Ну, конечно, сейчас скажут, ну как же так, там всякая частная собственность. Нагородили заборы, даже леса там распродали, реки начинают распродавать. Но все равно, изначально все-таки это общее достояние, потому что это Божие творение. И человек, как возлюбленное чадо Божие, он призывается к тому, чтобы не отделять от себя своих братьев, да, а чтобы все вместе свободно этим владели и жили не ради накопительства, а ради любви к Богу и любви к ближним. Вот если не будет любви, то все теряет свой смысл. И Иоанн Златоуст постоянно попрекал богатство, говорит, что всякое богатство основано на несправедливости. Ну, вспомните 90-е годы XX века, за счет чего в основном-то вырвались вперед какие-то и предприниматели, и богатые люди. Вы же понимаете, что так просто вот за счет честных трудов, за счет честно оплачиваемых налогов и так далее, это было просто бы невозможно. То есть где-то проходила какая-то несправедливость. И вот это вот социальное неравенство, оно всегда основывается на человеческом грехе, на какой-то изначальной человеческой неправде. И Иоанн Златоуст поэтому говорит, что вот ты признай свою несправедливость и теперь проявляй милосердие. Вот вы молитесь и удивляетесь, почему Господь не слышит ваших молитв. Вы простираете руки к Богу, а Господь не отвечает. А вспомните, сколько раз к вам другой человек простирал свои руки, и вы тоже не слышали его мольбы. Сколько раз ближний просил о помощи, и вы затворяли свое сердце. Так почему же вы хотите, чтобы Бог вам помогал? Простри руки к неимущему, тому, кто нуждается в помощи. И тогда Господь услышит и твои моления. Конечно, богатые люди очень обижались на Иоанна Златоуст и говорили, что он нам пророчествует полное разорение, так чтобы мы в конце концов и мы тоже стали на паперть. То есть получалось так, что там и так полно народа на паперти. А действительно, когда в то время выходили из храма, то нищие как шпалерами располагались с двух сторон дорожки, и вот надо было идти, как вы знаете, между двух таких заборов. Столько много было нищих, и богатые говорят, что же тогда и мы должны разориться, и всем будут просить подаяния, кто же тогда будет созидать, строить, вкладываться, быть меценатом. Но Иоанн Златоуст говорил вовсе не о том, чтобы полностью расстаться с состоянием, а чтобы состояние тебе не во грех, не в погибель твоей души обернулось. Бывало так, что одна уздечка, одна уздечка на коне такого человека состоятельного, она по богатству своему превосходила все имущество бедного человека, украшалась там и золотом, и драгоценными камнями. И вот Иоанн Златоуст, он был душой народа. И подходит такой момент, когда вдруг ему говорят, что вот его, конечно, уважали в городе и высокопоставленные на самом деле люди, хотя нелестное было его слово, говорят, вот тебя там ждет один высокопоставленный чиновник у ворот, поедь с ним встретиться. Ну, он приезжает, садится к тому, в колесницу, ну, поедем, так сказать, немножко прогуляемся. И вот когда они уехали, колесница направилась в сторону запада, и потом по пути этот чиновник сообщает, что Иоанн выбран в качестве архиепископа города Константинополя. Его даже никто не спросил, заранее его не предупредили, ему не сказали собраться, вот просто сказали, что нужно встретиться, и тут же его как бы похищают у антиохийцев. А потому и не сказали, что если бы он, если бы город был осведомлен, то люди пришли бы в возмущение и не отпустили бы его. А так его тайным образом выкрали, привезли в Константинополь, Иоанн Златоуст принимает это как волю Божию, становится архиепископом, но здесь он продолжает вести ту же простую монашескую жизнь. Он вкушает такую же простую пищу, ну там какую-нибудь кашу овсяную, что-то самое такое простое, что было безболезненно для его желудка, для его здоровья, и многие высокопоставленные люди этим обижались, что он не устраивает торжественных приемов, а деньги, которые полагались на обеспечение епископского двора, он все раздал на благотворительность, все разжертвовал, все раздарил. Он становится защитником многих обездоленных людей, и со всех сторон к нему тянулись, прося помощи, прося поддержки, ходатайства перед императором. За это его и любили, но ведь он продолжал проповедовать, продолжал обличать нравы людей, и он не мог не столкнуться с интригами императорского двора, вообще все вот эти лица, мы не будем, конечно, пересказывать все это истории, императрица Евдоксия, жена слабого императора Аркадия, потом вот этот Евтропий, который был царским камергером, заведовал, так сказать, покоями царскими и так далее, и там было очень много подлых и гадких людей на самом деле, которые грызли друг с другом, устраняли, устраивали много подлостей всяких. И вот Иоанн Златоуз, как чистый такой ангел, появляется, и он, как понимаете, не в своей тарелке. Он проповедует искреннее целомудрие, чистоту. Он говорит о том, что нужно помогать, поддерживать, жить искренно, а кругом все пропитано вот этой подлостью, обманом, и его пытаются втягивать в интриги, он туда не идет. Он сторонится светской, мирской, вот этой роскошной жизни. Кстати, именно когда он был епископом, то вот все-таки удалось, и вышел такой вот указ, во многом благодаря заступничеству Иоанна Златоуста, его ходатайству, чтобы по воскресным дням не проводилось никаких театральных представлений. Это был по позднеантичному обществу такой удар, ну, представляете, как бы выходной день, а театры закрыты, идите в храм. Ну, там, по крайней мере, можно было послушать Иоанна Златоуста, это было очень и очень интересно, лучше, чем театр. А вот театры, вот эти постоянные пьесы, на самом деле это были такие скабрезные представления, полуразвратного, где присутствовали там всякие лица женского пола, и провоцировали, так сказать, ну, соответствующие искушения. Иоанн Златоуст многочисленное это обличало, говорил, что вот ты сходишь в театр, а после этого тебе уже обычная твоя привычная жизнь не радует, и жена тебе не мила, и дети тебя уже так не утешают, потому что ты живешь вот этими образами, которые почерпнул из этого развратного, распутного представления. В общем, Иоанн Златоуст не жалел эпитетов, терминов, обличая театр, обличал и светских мирских дам, которые проводят жизнь, ну, в сплошных увеселениях, суете, и в конечном итоге, когда вот Евдоксия на него ополчилась, то вот мало кто знает, что, конечно, там было много разных перипетий, и Феофил Александрийский пытался жаловаться, мало кто знает, что Иоанн Златоуст был приговорен к смерти вообще-то, потому что императору донесли так, что якобы святой Иоанн Златоуст оскорбляет честь его жены, жены императора Аркадия, то есть Евдоксия, и совет, составившийся из императорских там чиновников, он присудил святого Иоанна Златоуста буквально к смерти, то есть вот как этот суд Синедриона по образу суда над Иисусом Христом, как вот и Пилат, несправедливый суд, Киафа и прочие разбойники в духовно-нравственном смысле, но император Аркадий все-таки уважал Иоанна Златоуста, отменил смертную казнь и поменял ее на ссылку, но как только его сослали, тут же происходит страшное землетрясение, покоя императрицы подвергаются опасности разрушения, у нее самой случился выкидыш, и она настолько была поражена этим явным божественным действом, что сама тут же попросила, чтобы вернули Златоуста, и она пишет ему покаянное письмо, в котором и спрашивает прощения, но святой Иоанн Златоуст дальше продолжает так же проповедовать и так же свидетельствовать о евангельской чистоте, о целомудрии, о скромности, о милосердии. Вот все хотят, чтобы, понимаете, предстоятели были святыми, но если предстоятели будут святыми, то это войдет в такое явное противоречие и в такую борьбу, и даже будоражащие сознания, всякие будут общественные потрясения, когда будут сталкиваться вот этот дух мира сего, и тот предстоятель, который ведет жизнь, равную ангелам. И чем это закончилось? Закончилось, в конце концов, тем, что Иоанн Златоуста все равно высылают. Второй суд. А почему так? Да потому что Евдоксия, она решила присвоить себе участок одной вдовы, и святой Иоанн ходатайствовал за эту вдову. Евдоксия еще больше против него ополчается, а потом устраивается празднество в честь самой Евдоксии. Во время богослужения статуя, посвященная Евдоксии, празднеству настолько шумно проходили, что это мешало богослужению, и святой Иоанн произносит знаменитую проповедь. Опять иродиада беснуется, опять пляшет, опять требует головы Иоанна Крестителя. И вот это уже, так сказать, стало последней такой ниточкой. Все уже власти мирские, они не могли этого терпеть. И вновь происходит суд. Иоанна Златоуста окончательно выдворяют. Поначалу его направляют в Малую Армению, а затем, так как он вел переписку со своими сподвижниками, друзьями, его ссылают не куда-нибудь, а на территорию современной Абхазии. Его вообще посылали в место, ныне это Питсунза, в древности Питиунт, но туда он не доехал. Находясь в селении Камана, это тоже Абхазия, там была часовня в честь святого мученика Василиска, и это место сохраняется поныне. Вот там Иоанн Златоуст уже очень сильно болел. Это 407 год. И находясь в этой часовне, он чувствовал себя очень и очень слабым, молился. И в ту же ночь ему явился мученик Василиска, сказал, что «Не смущайся, брат Иоанн, скоро ты будешь вместе со мной». Воины повлекли его дальше, но состояние Иоанна ухудшилось, его вернули опять в эту часовню, и там вместе со словами, произнеся слова «Слава Богу за все», он предал свою душу Богу. Вот последние его слова были «Слава Богу за все». И вся жизнь Иоанна Златоуста, она прошла во славу Божию. И он говорил, что «Все, что мы делаем, мы должны делать во славу Божию». Напоминает слова апостола Павла «Едим ли, пьем ли, пусть это будет во славу Божию». А как так? Есть во славу Божию. А очень просто. Ты своей трапезой поделись с другим, и она будет во славу Божию. Можно и ходить во славу Божию, и наоборот оставаться дома. Например, как во славу Божию можно идти своими ногами куда-то? А это когда мы идем, допустим, в храм, на богослужение, и во время пути мы молимся Господу, то само такое хождение тоже во славу Божию. А когда мы остаемся во славу Божию, а это когда мы не идем на какие-то распутные мероприятия, представление на то, что лишит нас христианского целомудрия. В общем, все, что мы делаем, мы должны делать во славу Божию. Вот вся жизнь святого Иоанна Златоуста, она так и прошла. Он сам приобщился к божественной славе, и если мы постараемся хотя бы понемножку читать его сочинение, то и мы станем причастны этой божественной славы. Святой Иоанн Златоуст говорил, что в доме, в котором ежедневно читается Евангелие, оттуда убегает всякая темная сила, и бесы боятся таких домов, потому что такие дома, они уподавляются храмом, в которых торжественно возглашаются священные тексты. Вот дай Господь, чтобы мы читали священные писания, для этого библейский портал Экзигет существует, и правильно понимать священные писания, нам поможет святитель Иоанн Златоуст, его же молитвами досподобит Господь и нас, всех стать причастниками Божьего Царства. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова